Здравствуйте! В эфире программа Элезион. Меня зовут Владимир Петухов. И сегодня не совсем обычная программа, но и тому есть, конечно же, объяснение. Во-первых, программа выходит в канон замечательного праздника Великой Победы. И необычность программы подчеркивает еще и сегодняшний герой, с которым у меня впервые, кстати, за историю программы Элезион состоится интервью. Я с удовольствием хочу представить вашему вниманию моего сегодняшнего визави человека-мастера, мастера операторского искусства. Человек, который стоял и стоит, дай бог ему здоровья, на стыке двух исторических времен. То есть, советское прошлое и нынешний суверенный независимый Кыргызстан, политика, кино и все, что неразрывно с этим связано сегодня в нашей программе. Более того, сегодня мы обязательно представим великолепный документальный фильм моего собеседника. Но уж, насколько он оригинален, придется судить именно вам. Итак, я представляю моего сегодняшнего героя Карел Айдарбикович Абдекулов. Я вас приветствую и спасибо, что вы нашли время перед праздником прийти в эту программу. С наступающим вас! Спасибо. И Карел или Карел? Все-таки мне показалось, когда я собирал на вас досье, Карел, на мой взгляд, чешское имя. Откуда оно у вас? Вы знаете, отец мой, в общем-то, в советское время, до 40-х годов, работал в паре с чехами, которые приехали в Интергельпо. Сюда? Да. В смысле, это те, вместе с футчиком, которые здесь занимались? Да, да, да. Они в сельхоззавод, взять машину, где-то начинали работать, создавать. Ну, там, наверное, мне так объяснили, что у него был друг там, и вот они как бы договорились, если у тебя сын родится, ты назовешь Карелом, а если у меня родится, я назову там Абдекулом. Понимаете? Да. Ну, это так, версия какая-то есть, потому что я отца сам не видел, так сказать, а родственники говорили, и теперь мое имя склоняется по-разному национальному, так сказать. Там чехи говорят Карел, итальянцы Карло, понимаете, Керим, русский Кирилл, понимаете, так что это происхождение, сам я не знаю, но назовут меня Керим, Карим, многие зовут Карим, немцы называли Карл, потому что у нас в селе были немцы, переселенцы. Да, достаточно интернациональными. Я прочитал у вас, что кино вы увлеклись с детства, и еще под мастерием пришли на Киргизфильм, работали разнорабочим, потом появилась мечта, которую, слава богу, вы реализовали в Москве и закончили в ГИК. Но что интересно, что во время своей учебы вам посчастливилось побывать на киносъемочных площадках таких великолепных, уникальных фильмов, как, не знаю, Андрей Рублев, Тарковского, Бондарчука «Война и мир» и многие-многие другие. В качестве кого вы были на этих картинах? На этих картинах мы практиканты были, нас на неделю посылали, посмотрите, пообщайтесь, поучитесь. Мы приходили туда, приезжали во Владимир, Суздаль, он снимал в это время во Владимире и Суздале. Это вы говорите о Андрее Рублеве, о Тарковском? Да, Андрее Рублеве, да. Конечно, сейчас внешняя, так сказать, атрибутика всегда интересует, как бы это, декорации или что-то там, и массовые сцены, там наши артисты играли, как раз Арсен Муралеев играл. Да, конечно. Да, в это время как раз во Владимире, когда брали эту крепость, вот это вот мы, так сказать... То есть вы как практикант были на этих сценах? Да, как практикант, так сказать, показывали нам, так сказать, это. Вот, и мне, в общем-то, если начать рассказывать о том, как я начинал кино, в 56-м году я сдал экзамены на кинооператора. Нет, кинодемонстратора. Кинодемонстратора, это интересно. В 56-м году. Это что за профессия? Кинодемонстратор. Точно, я показывал фильмы, правда, на небольших установках, а были Украина, помните, такой проекционный аппарат? Ну да. Мобильный такой. Так. Мы ездили с техникум, мы ездили по этим коровникам там. То есть вы как киномеханика изначально состоялись, а уж потом стали кинооператором. Я прочитал о вас то, что среди ваших работ есть уникальные документальные кадры бывших генсеков Советского Союза, и Хрущева, и Брежнева, и многих видных политических деятелей. Вот на вашей памяти есть какой-нибудь эпизод, который настолько вот сильно врезался и остался, сохранился в памяти от этих съемок? Ну вот скажем, с кем комфортнее работалось? Потому что, ну, зрителям, я уверен, это, конечно, интересно. Кто из политических лидеров, политических бонс, если можно так сказать, производил на вас, ну, самое яркое впечатление советской элиты? Первым я, кого снимал, это был Хрущев, когда он приехал в Киргизию. То есть нас, конечно, на расстоянии держали, не допускали. Вот отсюда снимая, государство, такого общения не было, но когда он машет там корреспондентом, вот это, так сказать, единственное, так сказать, его было общение с нами. А так я помню, как он уезжал. То есть приехали на Иссык-Куль, в эту резиденцию нашего первого секретаря, там он купался, там нас не допускали, там купался или что-то такое. И вдруг должны были мероприятия он принять, и вдруг он, все это отменяется, и вдруг выезжает кортеж и прямо в аэропорт. Вот, там чьи-то самые, сюда, в Чулпанате. Что случилось? Все. Все это отменяется, все это. И как раз, оказывается, его вызвали, что этот будет пленом, и тебя будут снимать, там дали ему сигнал в это время. Вы имеете в виду в Чулпанате? Да, он был в Чулпанате, улетал. Срочно вылетел в Москву. Подождите, ну, все-таки исторические документы свидетельствуют совсем о другом, что Хрущев узнал о своей оставке, он, то есть не знал, его вызвали, когда он находился в Пицунде? Так вот, ему доложили, что вот там идет такая работа, так сказать. Но он находился в Пицунде в то время, когда... Это потом уже, он приезжал, сказали, что надо быть здесь срочно, потому что уже идет работа этого президиума, чтобы о нем снять. Тут секретный, мы узнали потом, так сказать, да. Понимаю. И поэтому он не задержался, в этот же день улетел. То есть все-таки первые предпосылки о снятии Хрущева происходили здесь, в нашем отечестве. Да, ему дали... Этой информацией я не владел. Вот, понимаете, мы же видели это дело, он должен был поехать в колхоз, он должен был принять участие в клоконно-спортивных соревнованиях, и вдруг, раз, резко, нигде не останавливаясь, прямо в аэропорт и улетел. Что случилось? Ну, там КГБшники, там, надо сказать, сказали, там проблема с ним, с его постом, его собирают снимать. Значит, корни отставки Хрущева все-таки в Киргызстане. Ну, я же говорю... Вы как свидетель. Конечно. Я всегда был снимал, стоял, снимал, как выезжает этот картеж. Понимаю, достаточно, я должен сказать, что круг ваших документальных интересов весьма обширный, он достаточно широкий. И все-таки во главе угла вы всегда на пьедестал подсчета свои кинокамеры возводили тружеников села, рабочих, героев социалистического труда. И огромное количество, конечно, среди отснятого материала, это кинохроника Великой Отечественной войны. Я должен сказать, что сегодня в программе «Лизион» мы посмотрим замечательный документальный фильм, который называется «Отечество мое». И мне бы было бы интересно, чтобы от первого лица, от самого автора вы сегодня поведали зрителям о том, как создавался этот фильм. Ну, этот фильм я задумал к 40-летию победы над фашизмом. То есть я хотел, чтобы наши кыргызстанцы, где пали героями... Смертью храбрых. Смертью храбрых, да, героями. И где-то могилы, где-то, понимаете, памятники. И я получил такое разрешение, возможность создать такой фильм. Первым делом мы поехали в Хатынь. Это, как говорится, сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Это правда. И это поразило меня, потому что как раз дождик был такой, и колокола там по умершим там. Это очень влияет, то есть действует на человека. Ну, дальше я не буду рассказывать, потому что дальше мы поехали в Воронеж. Туда, где наш чулпомбателев Вердиев закрыл грудью амбразур. В этом селе были встречи, конечно, с сельчанами было, и они его боготворят. И самое главное, что в музее, его мраморный бюст, огромный, перед ходом на второй этаж, стоит его бюст. Настолько его боготворят. Это в Воронеже, вы говорите, или где? Тут, в этом музее. В этом музее. Да. А я просто-напросто наслышан о том, что центральную роль в этой картине, документальной, вы еще и отвели 28 героям панфиловцев. Так вот я-то расскажу. Да-да, конечно. Расскажу. На них говорят, что вот не немцы зверствовали, а румыны и венгрии, говорит. Там были, не немцы были. Не немцы. Не немцы, а румыны и венгрии. Они зверствовали, говорит, нас прям как это, косили, говорят они. И спасибо ему, он спас нас, говорит. Потому что каждый раз по 100 человек водили в эту яму, и там остались эти окопы еще незакрытые. И я должен сказать, что мне, когда я переплыл Дон, сказали, второй кыргыз, который переплыл Дон, к этому образури я переплыл. То есть вы решили повторить подвиг. Ну да, так сказать. Получилось? Как это? Ну знаете, вот Дон плывет, не видно, как он течет. А когда залезет, он быстро течет, так сказать. Я сюда пошел пораньше, туда подать, чтобы попасть сюда как раз. И переплыл. И они, так сказать, говорили, что вот второй кыргыз, который переплыл Дон. Теперь дальше, чтобы не рассказывать дальше, 28 Панфиловса. Мы приехали потом уже, после Сталинграда. Меня поразил Сталинград своей громадиной. Вот этой пантеон, слушайте. И музыка такая. Я там читаю кыргызские, там узбекские, там разные фамилии разных национальностей. Ну, в фильме вы видите. И сам по себе это очень действует, понимаете, этот пантеон. Эти списки, думаю, тысячи, тысячи списков. Там 10, 20 тысяч, наверное, в этом пантеоне. Потом мы приехали, 28 панфиловцев. Тогда еще, знаете, эти окопы в болото превратились. Они деревянные какие-то торчали. И мы снимали, то есть, там... Вы имеете в виду, вы говорите об обороне Москвы сейчас? Вот обороне Москвы, когда было, знаете, где Панфилов со своей дивизией. Да, конечно. Это все отразилось в сегодняшней картине, которую мы увидим. Отечество мое. Я полагаю, что нужно сохранить интригу, если вы позволите, для наших зрителей, которые уже наверняка прониклись интересом к вашему произведению. И с удовольствием хочу предложить вам в канун праздника Великой Победы ленту моего сегодняшнего игрой «Отечество мое» Карела Абдекулова. Надеюсь, что эта картина оставит глубокий след в вашем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok